девчонки доброе утро в общем что я хочу вам сказать что некоторые вещи правду говорят пока на своей шкуре не испытаешь ты не поймешь я вот думала рассказывать вам не рассказывать но все таки решила рассказать поскольку мое мнение вы знаете как теория и практика поменялась буквально за несколько минут и сейчас я согласна с каждой из вас когда вы мне пишите что с бывшими лучше вообще не иметь никаких отношений иначе себе дороже обойдется в общем мы оказались на вот этих выходных воскресенье с мужем в такой ситуации до сих пор такой вот неприятный осадок ладно пойдемте в спальню я уже оделась причесалась накрасила сейчас я вам расскажу в общем чтобы всем было понятно что мы потом в комментах не задавали вопросов я вкратце расскажу о чем сейчас пойдет речь мои давние подписчики наверное в курсе что у меня и моего мужа это второй брак и что от первого брака у меня есть старший сын у моего мужа двое детей и когда я вышла замуж на протяжении пяти лет старший сын моего мужа проживал с нами и знаете у меня было всегда какое то такое чувство но немного неловко что как бы пришла вот в дом к ним новая женщина новая жена папы и я всегда старалась ну как-то праздник матери там напоминать нашему старшему сыну что как бы нужно купить подарок ты там позвонил маме и даже у меня несколько было раз таких вот разговоров что я говорила что ну мы можем там куда-то уйти там если твой сын хочет чтобы его мама пришла в гости ну и она как бы не хочет видеть в доме новую жену то для меня это не является проблемой и даже если она придет когда я здесь буду как бы для меня это нормально что у меня раньше ну как то вот было такое чувство что когда люди разводятся мирно и когда все хорошо то дети не виноваты и как бы у каждого своя новая жизнь но тем не менее из песни слов не выкинешь и были родители была семья и дети должны общаться на что мне мой муж всегда говорил что прошлое нужно оставлять в прошлом и что как бы дети не такие маленькие и есть много мест где можно встретиться с их мамой при их желании ну в общем у нас как-то вот разговора такого не получалось и я вот ну буквально до вчерашнего дня ну наверное придерживалась такого мнения даже когда девчонки там в комментах писали что да ты не представляешь но когда я высказывала свою точку зрения потому что он у каждого то она разная и мне девчонки писали да ты не представляешь какой то кошмар когда во франции очень часто когда супруги после развода поддерживают ну как бы дружеские наверное отношения конечно я поняла вчера насколько это неприятно и ну как то вот я даже не могу описать свое состояние вот нынешние супруги когда получается вот такая ситуация и на каникулы вот пара разводится если там бывают несколько различных вариантов или же дети проживают с отцом там две недели в месяц две недели с матерью или проживает только с одним из родителей и потом каникулы проводят половину каникул с матерью и половину каникулу с отцом вот к чему я веду мы перед новым годом дело лишь закупки продуктов и в супермаркете встретили старых знакомых не могу сказать что это там у какие-то супер друзья но я помню что когда была беременная мы встречались потом миленочка родилась а потом все это как-то так закрутилась завертелась ну в общем мы купили дом началась вот эта вся стройка ремонт и как-то вот можно сказать отношения не то что приостановились но как-то на это не было времени и тут мы встречаем вот эту семейную пару значит все такие довольные что давно не виделись сколько всего произошло что миленка так выросла и они нас приглашают к себе на обед чажи ужина нельзя ходить на ужин по что 8 нужно быть дома на общем приглашает нас на выходные на обед мы с удовольствием принимаем приглашение приходим в гости все великолепно общаемся смеемся и как раз вот в эти зимние каникулы у отца был сын от его первого брака как бы я но и первую жену я его не знала никогда вот это не видела и женат и женат у многих у нас по второму по третьему браку жизнь есть жизнь но и прих приезжает мама собирать это бывшая жена приезжает забирать своего сына парню лет наверное 14 может 15 может такой подросток уже взросленький такой и заходит она в домом здравствуйте здравствуйте мол он ей поговорить вот это же значит там нас гости так далее ты мол типа ну присоединяйся она такая очень вежливая такая вся себя что меня поразило но как бы француженки они ну не не очень так уж делают макияж какую-то прическу но женщина пришла вся ну как будто в театр собралась она говорит да нет я мульти поесть не буду и мы уже пообедали но тизан травяной чай тизану типа я попью и хозяйка поднимается чтобы там поставить чайник достать чашку а гордыни нет сиди вот вы знаете вот то ли такая манипуляция то ли это ну вот я до сих пор как бы не могу в этом разобраться и вроде как бы ну вежливо все что-то сиди сиди у тебя гости уделяй внимание значит гостям я же знаю где здесь что лежит мол типа ты здесь как бы совсем недавно я всю жизнь прожила на общем именно вот так вот не было сказано мол типа я что знаю где что она значит идет то вот знаете так как-то и присела мы вот ну были бы там семья что ситуация вот знаете такая неловкая я как-то не знаешь о чем говорить такая пауза и она так спокойно идет значит а ну во франции у многих от кухня с салоном совмещенный как бы стол стоит и его здесь же и кухня у тебя там бар она берет чашку чайник нагревается на тому спрашивает там как там прошли значит эти дни там то все там ну в общем светский разговор наливает себе чай садится ну и в общем тут же значит выясняется что я из украины приехала что у как бы я не француженка и дальше вот ребят ну понеслось прям но настолько было не то что даже неловко даже наверное ну как-то неприятно дано а вот мы же а ты не говорил что мы же были в украине мы были в одессе и это был самый наш лучший отдых и в общем начинает и сын суда значит подтягивается что да 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 вспоминает эту дерибасов скую лестницу еле-еле выговаривают и в общем получается так что как бы бывшая семья вроде бы но ничего такого как бы не вспоминались там какие-то там ну интимные отношения вот это путешествие плюс значит что украина вы были в украине муж у меня никогда не был в не в украине в одессе муж в одессе никогда не был и значит он это самое говорит о да 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 у меня такая мечта посетить одессу там театр как бы у меня может лестница лестница ему больше не интересно посмотреть театр море то тоже вырос на море и она вот и там и начинают начинают же там вот это вареники вот это там то а еще мы были там на рынке где продается рыба ну и в общем она в таком восторге от украины но как бы получается так что вот нынешняя супруга вот сидит и она как бы ну чтобы не обидно было сказано но как мебель и все вот в этом и нам но не знаю как себя вести потому что мог сидеть вот так вот опустить глаза и не поддерживать разговор вроде бы как тоже неприлично а с другой стороны вот не сказать ничего что ну ребят но знаете как вот откровенно говоря если я считаю что вот как вот вы считаете ты пришла за ребенком ты видишь что у твоего бывшего бывшего мужа и у его нынешней супруги гости привет привет с новым годом с новым годом забрала ребенка поехала предложили тебе там поесть выпить чай но это ты же должна понимать что это ну как бы самое банальное правило приличия откажись забери ребенка и уезжай тут первая с вот этой чашкой чая из что я-то знаю где тут все что лежит но как будто вот знаете ну прям вот это его новая жена на прям побелела что ей видно было что реально неприятно когда мне девчонки писали что некоторые жены вот что как бы но это наверное за того что там я там из белоруссии приехал там из украины из россии поэтому ну француженки так себя ведут и что ссоры с французскими мужьями и происходят в основном из-за вот этого общения что бывшая жена вхожа в дом плюс дети и я как-то думаю ну ну как ну мама же все таки ну как-то нужно перетерпеть ну вот вы знаете когда я вот на себе прочувствовала никогда бы не хотела бы оказаться на месте вот этой вот нынешней супруги настолько вот это вот ну как вот я уже сказала знаете с одной стороны ничего такого не хорошего не было в разговоре но уже само присутствие плюс вот эти воспоминания их совместного отпуска и короче вот этот же мужа дети ну ребенок вот сын их она вот они начали вспоминать что-то она то ты помнишь а вот когда мы пошли там еще был такой ресторан вот вы обязательно туда пойдите ну правда это было там сто лет назад но может он работает там такие вкусные там подавались там тут а тут а тут а такая рыба и он да 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 вот мы были вот когда спускались там еще там что-то тебе купили понимаете ну ну вот даже у меня как бы это не я это какая-то но не то что ревность а вот такое какое-то чувство ну вот прям аж примут ну захотелось взять ее и выставить хотя ну в принципе она ничего как бы плохого-то не говорила ну не знаю девочки по моему наверно все таки вот мудрость приходит с годами и я вот только буквально но вот в эти дни поняла что решение моего мужа было правильное что как бы бывшая жена если я не знаю может они там и встречались где-то совместно но даже если когда там на каких-то праздниках там его дети начинали там вспоминать тому-то папа ты помнишь а вот мы там и с мамой то все он как-то старался все это очень мягко очень деликатно корректно этот разговор остановить что и естественно они общались там без меня и про маму и так далее но как бы я очень вот откровенно хочу сказать благодарна моему мужу что у меня как-то ну наверное оберегал от вот этих вот неприятных чувств потому что вот не я была но мне вот было очень неприятно и они сидят так в общем разговаривают я муж так смотрит на часы говорит слушайте уже время нам же нужно еще домой и завтра начинается новая рабочая неделя в общем будет дальше и как бы я не знаю чем это закончилось в общем мы собрали миленку собрались и уехали что там как там дальше было но если это продолжается и всегда так но я честно говоря я не завидую ни этой женщине никому из вас вот девочки когда вы мне писали вот но пока я ж говорю что пока ты не окажешься на своей шкуре не не почувствуешь ты не я откровенно говоря я читала да я ну не то что сказать не понимала но не чувствовала того что вот я почувствовала в это воскресенье так что лучше с ними с бывшими не поддерживать вот таких дружеских отношений потому что ну не всегда получается это приятно